Что вообще не так с эмоциональным интеллектом? Мозг, он достаточно красивый орган, между прочим. Владеть эмоциями, это уже однозначно победа. Привет, это Гутер Екатерина. Я твой проводник в мир проявленности и продвижения. Сегодня будем говорить про эмоциональный интеллект. Я расскажу, как ваши эмоции связаны с вашим успехом, а также расскажу, что не так с эмоциональным интеллектом. Эмоциональный интеллект влияет на наш успех с точки зрения, что мы, обладая этим эмоциональным интеллектом, мы можем выстраивать возле себя благоприятные, комфортные условия для своего развития. Мы можем устанавливать связь с окружающими, мы можем взаимодействовать с этими людьми, считывать их эмоции, понимать, как действовать в той или иной ситуации. Самое главное, благодаря эмоциональному интеллекту мы можем находить точки воздействия или рычаги влияния. И вот эти вот все скиллы и, скажем так, навыки очень круто работают в маркетинге, в продажах, также в позиционировании себя, ну, соответственно, как эксперта. А как у вас обстоят дела с эмоциональным интеллектом? Давайте проверим прямо сейчас. Я задам вам вопрос, а вы быстренько напишите ответ на этот вопрос в комментариях. Погнали! Пальчики подготовили для комментариев. Что бы ты почувствовал, когда на тебя с большой скоростью летел огромный поезд? Пишите быстрее в комментариях, а я ответ дам в конце этого видео. Ну и самый главный вопрос, который должен задать каждый для себя. Ты управляешь своими эмоциями или эмоции управляют тобой? Когда мы вообще говорим про эмоции, мы думаем, что, кстати, не путать, пожалуйста, с IQ, да, эмоциональный интеллект и IQ, это совершенно разные вещи. В общем, когда мы говорим про эмоции, мы думаем, что мы как-то можем там где-то управлять, ну, например, гнев, ну, мы же можем его там где-то подавить, либо, наоборот, усилить, да, но это не управление, поэтому изначально моя позиция такая, что эмоциями управлять нельзя. Далее я расскажу, почему. Многие думают, что достаточно иметь некий такой список чувств, кстати, вот я приведу пример, да, потом инструкцию, достаточно иметь инструкции, что вообще с этими чувствами делать, и вот как будто ты этим всем управляешь. Но для того, чтобы развивать эмоциональный интеллект, важно знать механику возникновения вот этих самых эмоций. Схема развития эмоционального интеллекта следующая. Нам нужно распознать эмоцию. Злость, гнев, раздражение, апатия, обида, ну, это я сейчас такие негативные эмоции говорю, конечно. Понять причину, то есть установку, найти следствие, перемотивировать себя на другие эмоции. Здесь немножко сложновато, конечно. Кстати, на моих разборах, благодаря эмоциональному интеллекту человека, я раскрываю его таланты, возможности и его потенциал, о которых иногда человек просто даже не догадывается. Хочу дать вам такую небольшую инструкцию или упражнение, которое мне очень круто помогало вообще развивать эмоциональный интеллект, а потом понимать, что вообще происходит внутри меня, и как-то это все переворачивать в свою, естественно, пользу. Если вы не можете быстро распознавать эмоции, вот это упражнение 100% вам поможет. И к вопросу, что не так с эмоциональным интеллектом, я представляю такую картинку, где видно, что наши эмоции, инстинкты, мотивы, чувства, все находится в нашем подсознании. То, что у нас находится в подсознании, управлять этим мы не можем. Но зато нам доступно перепрограммирование наших установок и все, что находится в подсознании. А с подсознанием мы можем... Как общаться? Нет, не словами. Мы с ним общаемся, конечно же, образами. Представьте огромную сцену. Да, здесь нужно погрузиться внутрь себя, мы же работаем с подсознанием. На этой сцене вы главный наблюдатель. А эмоцию, которая у вас сейчас пришла, это объект, за которым мы наблюдаем. Только не волнуйся, хорошо? Все нормально. Покажи, на что способна. Выставляем на сцену. И как, знаете, в том... В том прекрасном шоу «Голос» начинаем оценивать, как жюри. И вот это раздражение выходит на сцену. И вы должны здесь проанализировать, во-первых, как оно выглядит, что она делает, чего она хочет и зачем она вообще появилась. Тихо, ты выглядишь так странно! Да, я грудь отрисать не стану! Здесь, поверьте, в этот момент вы очень много инсайтов будете ловить. Этого прекрасного актера под названием «Раздражение» можете заменить, можете его выгнать, можете его сжечь, в конце концов. Ну, кстати, мне нравится работать с подсознанием, потому что здесь можно делать все, что угодно. А также вы можете, кстати, сделать эту эмоцию своим суперсамым главным ресурсом. Умение трансформировать, умение почувствовать, понимать и направлять в нужное русло. Вот это и называется эмоциональным интеллектом. Итак, если на вас едет с огромной скоростью поезд, если вы в комментариях написали полный объем чувств, эмоций, то, что вы будете испытывать, эмоциональный интеллект сработал. И если вы написали какие-то действия, например, я резко подскочу и убегу, естественно, ну, это уже, конечно, больше похоже на режиссуру, потому что вопрос заключался в том, какие вы чувства испытаете, когда на вас будет ехать огромный поезд. Ну, а с вами была Гутер Екатерина. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok